Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Александр Фирсов. В Казанском федеральном университете прошла встреча иностранных обучающихся Казанского федерального университета с руководителем Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгением Примаковым. В рамках встречи своей историей успеха смогли поделиться стипендианты правительства Российской Федерации в научно-профессиональной деятельности. Они же студенты и преподаватели КФУ рассказали о самом начале профессиональном пути и о планах на будущее. Встреча завершилась вопросно-ответной сессией. Я встретился с невероятно заинтересованными молодыми людьми, каждый из которых, это был очевидно, блестящий специалист в той науке, которую он здесь изучает в Казанском федеральном университете. Меня очень порадовало блестящее знание русского языка, одно из сложнейших в изучении языков мира. Меня порадовали их профессиональные вопросы, которые, естественно, затрагивают весь спектр, ну, начиная от каких-то мировоззренческих вещей, заканчивая тем, как получить следующую ступень образования, как запустить какой-нибудь научный проект, как дальше, после возвращения их домой, строить свои связи, отношения с Россией, со своей Alma Mater. Казанский федеральный университет посетил делегацию университета Малайи. Первый этап встречи прошел в зеленом зале главного здания вуза. Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям, представил исполнительному директору Международного института государственной политики и управления Анису Юсалу Исофу наглядную презентацию, в рамках которой рассказал об истории университета, о программах, которые реализуются в нем, о школах, клинике и детском саде при Казанском федеральном. Затронул также перспективы дальнейшего сотрудничества нашего университета с малайзийскими. Вторая часть визита прошла уже в Высшей школе государственного и муниципального управления. Анис Юсалу прочитал познавательную лекцию, в центре внимания которой была тематика антикоррупционной политики Малайзии. Он также рассказал о путях развития этой страны и улучшении ее статистических показателей во всех сферах. Международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан. Форум-2024» – пожалуй, одно из самых масштабных мероприятий, включающих в себя обширную образовательную программу. Ежегодно для участия в форуме в Казани собираются высококлассные специалисты, чтобы поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы международного сотрудничества – экономики, туризма, науки и технологий. Какие мероприятия в рамках этого форума провел Казанский федеральный университет, мы расскажем вам прямо сейчас. Ежегодно Казанский федеральный университет принимает активное участие в проведении форума. Множество фестивалей, пленарных сессий и конференций проводятся в стенах Казанского университета. 15 мая ключевые мероприятия КФУ состоялись в международном выставочном комплексе «Казань-Экспо». Начался день с панельной сессии «Россотрудничество. Исламский мир. И развитие побратимых связей. Что дальше?» В рамках международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан. Форум». С отчетным докладом выступил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. В ходе сессии были затронуты вопросы международного сотрудничества в наши дни. Этот аспект был рассмотрен как с практической, так и с научной точки зрения. В своем выступлении Тимирхан Алишев рассказал о тесном сотрудничестве КФУ с городом-побратимом Джизак, республики Узбекистан, где в 2022 году был открыт филиал КФУ. Также проректор по внешним связям подчеркнул, что на сегодняшний день в УЗИ обучается около 70% иностранных студентов. Действительно, задача была в целом обсудить тематики, связанные с межмуниципальным сотрудничеством. Но практически в каждом крупном городе, городах-побратимах, города Казани, есть крупные университеты. И со многими из них мы выстраиваем диалог, сотрудничество. Сегодня мы говорили о том, как уже существующие форматы межмуниципального, межрегионального сотрудничества помогают наложить образовательные взаимодействия. Практически во всех крупных городах-побратимах, городах Казани, есть наши партнеры. Мы сегодня говорили о тех образовательных программах, проектах, которые мы реализуем, о открытии центров Каюма на Сыре в том числе. Далее состоялось открытие фестиваля восточных культур. Институт международных отношений Казанского федерального университета представил выставку еменского художника «Арабский мир». Здесь для всех гостей международного выставочного комплекса «Казань-Экспо» на протяжении трех дней будут представлены картины, постеры, музыка и многое другое. Программа очень разнообразная, и она фактически в течение трех дней непрерывно будет там реализовываться, проходить. Поэтому мы всех гостей, которые приезжают на Казань-Экспо, приглашаем на фестиваль восточных культур Казанского университета, который проводится при поддержке агентства инвестиционного развития, потому что они выделили площадку для проведения этого мероприятия. Это делается впервые. Вы знаете, что форум юбилейный, 15-й, и мы впервые проводим вот этот фестиваль. Я думаю, что он станет хорошей традицией в целом для этого форума, и будем проводить его далее. Фестиваль, он проходит вот в несколько этапов. Во-первых, была предварительная работа, это работа со студентами, потому что наша основная задача здесь подготовить студентов, высококвалифицированных специалистов. У нас здесь и переводчики, и востоковеды, и ребята участвуют в ряде конкурсов. Это конкурсы видеороликов, конкурс плакатов, конкурс творческий, который представляет непосредственно танцевальный номер или песенный номер, поэтический конкурс. Вот это такое разнообразие, это мы готовили до непосредственно фестиваля. Далее прошла панельная сессия. Прорывные российские технологии для зрелых нефтегазовых месторождений в разрезе новой парадигмы. Экономическая эффективность, цифровая трансформация и декарбонизация. Участие в которой принял проректор по направлениям нефтегазовой технологии, природопользования и наук о земле Данис Нургалиев. Казанский федеральный университет активно развивает нефтегазовую сферу, а также сотрудничает со многими крупными нефтяными компаниями, такими как Татнефть и Газпром. По словам Даниса Нургалиева, такого рода панельные сессии помогут в укреплении партнерских связей. Мы надеемся, что те технологии, которые мы доложим сегодня, ну и предварительные переговоры уже проведены, они интересуют представителей других стран, которые будем заключать соглашение с ними и работать на благо всех стран. И кроме того, что добыча нефти, поиски, разбирка добычи нефти, будут отронуть вопросы декарбонизации, связанные с тем, что переходы к возобновляемой энергетике тоже очень важны для России и для всех стран. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости. В императорском зале Казанского федерального университета прошла панельная сессия, на которой обсудили значение всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов. Мероприятие прошло под эгидой Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казанфорум». Как это было, смотрите прямо сейчас. А также вице-президент Российского комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Заместитель директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рафаэль Валеев. Татарстану удалось включить четыре объекта. Это Казанский Кремль, который был включен в 2000 году в Австралии в городе Кернсе. В 2014 году был включен Болгарский историко-археологический комплекс. В 2017 году Успенский собор и монастырь острова Града Свиярска. И вот в 2023 году астрономические обсерватории Казанского университета. На повестке дня вопросы всемирного наследия в социально-экономическом развитии. Роль объектов всемирного наследия в развитии туризма, повышении качества жизненаследия как драйвера достижения целей устойчивого развития. Влияние объектов всемирного наследия на экономическую и инвестиционную привлекательность стран и регионов. В последнее время следующие темы обсуждаются на международном уровне. Это система квотирования, различные лимиты, ограничения списка всемирного наследия по количеству объектов, по количеству заявок. В том числе и по количеству заявок в рамках так называемого начального процесса, когда консультативные органы помогают странам на этапе подготовки работы с предварительными списками и первичной подготовки номинаций. Есть глобальные тематические исследования, в том числе и те, которые направлены на выявление лакун в списке всемирного наследия. Здания астрономических обсерваторий Казанского университета сохранили свою целостность, аутентичность и первоначальное научное функционирование и устойчивое развитие. Как городская, так и загородная обсерватория до настоящего времени выполняют первоначальную научно-образовательную функцию. Работа по продвижению обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия велась с 2019 года. В сентябре 2023 года они были внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Номинация обсерваторий для включения в список была рассмотрена на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Риаде. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Богдан Священко, Николай Суховский, Универновости. В соответствии с поступившим в адрес Казанского федерального университета предложением от Евразийского национального университета имени Гумилева, на базе Института филологии и межкультурной коммуникации 15 мая состоялось открытие Кабинета Казахского языка и культуры имени Абая. Подробнее о том, как прошло торжественное мероприятие, узнаете в следующем сюжете. Торжественное открытие Кабинета Казахского языка и культуры имени Абая началось с выступления вокально-инструментального ансамбля БРМ, после чего ведущие поприветствовали гостей, в числе которых представители диаспоры, государственные деятели, ученые, писатели и деятели культуры. Первым со стороны Казанского университета выступил президент КФУ Рияс Минзарипов. Он поблагодарил тех, кто смог разделить эмоции в столь важный день и кто посодействовал в реализации открытия Кабинета. Открыть такого кабинета, где будет аккумулироваться мысль, как развивать нам это сотрудничество, в каких направлениях, какие аспекты сотрудничества международные рассматривать, изучать, чтобы потом, так сказать, уже какие-то выводы делать, и их уже эти выводы распространять на дальнейшие, так сказать, деятели в университетах и, может быть, даже в странах, я так бы сказал. Вот это, я считаю, очень знаменательное событие. Опыт в развитии казахстанских, татарстанских, казахстанских, российских надо использовать уже для, так сказать, сотрудничества с другими странами. И для того, чтобы из этих стран приезжали к нам студенты, учились, знакомились с нашей жизнью, и потом уже, так сказать, выносили липту в развитие своих стран. Также с поздравительной речью выступили генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Исхаков, директор Дома дружбы народов Тимур Кадыров и проректор по академическим вопросам Евразийского национального университета Ардак Бесенбай. Они поблагодарили всех присутствующих и рассказали о важности сохранения и развития казахской культуры. У каждого дипломата всегда в жизни есть какая-то мечта, вот она и сбылась. И спасибо большое правительству Казахстана, спасибо большое казахскому университету, евразийскому университету, которые приложили такие большие усилия. Хочу заметить, за такой короткий срок мы сумели это добиться. Подвижение казахского языка, обучение, проведение различных методических мероприятий, семинаров, каких-то, может быть, более таких познавательных мероприятий. Поэтому я очень радостно, что у нас есть такая маленькая частичка в университете, где мы можем совместно проводить эти мероприятия. И вот торжественный долгожданный момент – открытие кабинета, который будет с гордостью носить имя поэта, философа, народного просветителя и основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Он был одним из первых казахских писателей, кто активно использовал прозу в своих произведениях, в которых выражал глубокие мысли о национальной идентичности, любви к родине, природе и человеческим ценностям. Гостям провели экскурсию по кабинету. Рассказали о том, сколько студентов из Казахстана учатся в Казанском федеральном университете, как реализуется изучение казахского языка, литературы и культуры, и проводятся курсы, мастер-классы, научные конференции и семинары в КФУ. Мы очень рады и горды тем, что именно на базе нашего Казанского федерального университета сегодня открыт центр имени Абая, известного поэта, известного общественного государственного деятеля, одного из основателей казахского литературного языка. Здесь будут проводиться мероприятия, связанные с изучением, сохранением, продвижением казахского языка и культуры. Будут проводиться онлайн-лекции, будут проводиться встречи, творческие вечера. Знаковое мероприятие стало отправной точкой развития культуры, науки, образования и молодежной политики Казахстана в Татарстане. Кабинет казахского языка и культуры имени Абая не только увековечит память о великом казахском поэте, но и станет местом, где каждый сможет познакомиться с богатой историей и культурой Казахстана. Кристина Отекина, Кристина Нырова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!